Всем доброго времени суток, с вами Никита Петров и решила сыграть матч под запись с одним из довольно активных участников нашей группы, именно с Максимом Снегуровым. Также этот человек состоит в группе Песочница. Ну и как вы можете видеть, рейтинг у него довольно солидный на Личессе, почти 2600, так что матч обещает быть упорным и в принципе я думаю, что Максим фаворит. Потому что Блиц с параллельным комментированием у меня обычно получается довольно плохо. С другой стороны, в мою пользу играет тот факт, что контроль здесь не 3 плюс 1 стандартный для Феникса, а 3 плюс 2, то есть более медленный. Ну и у нас Грунфельд с расстановкой черных С6, Д5. Нет, ну вот я не уверен, что конь на Д7 здесь правильный ход, потому что после ЦД приходится, видимо, брать пешкой. А есть такое мнение, что конь на Д7 в этих структурах стоит очень плохо, то есть может быть даже хуже, чем на Б8. Потому что понятно, что идеальная клетка для этого коня это поле в С6. Но с другой стороны, позиция черных все равно остается достаточно солидной, достаточно надежной. И вы уже можете видеть, что я отстал по времени почти на... ну даже больше, чем на 30 секунд. Ну вот я, видимо, надо поставить ладью на Ц1, скорее всего ладью Ф, потому что на королевском фланге ладье делать нечего. Ожидаю я хода Б5, но там у белых есть ответ А4. Ну вот все-таки да, все-таки конь на Д7 здесь расположен не идеально. Я думаю, что белые могут рассчитывать на небольшой перевес. Посмотрим, что здесь изберет мой соперник. Конь Е4. Ну довольно принципиально. По идее, при недоразвитом... При недоразвитом перзевом фланге это не может быть очень хорошо, но... Опровергнуть будет непросто. Я могу срайкнуть Е4, ДЕ, конь G5. Слон Д4, конь Е4. По идее, разница в активности фигуры должна давать мне заметный перевес. Ну а защищать пешку Е4 черные там не могут ввиду конкретных проблем в позиции. Ну пока я перевожу все эти, в принципе, никому не нужные рассуждения. Запас по времени у Максима становится уже довольно угрожающим. Видимо, надо брать на Д4, иначе просто на Е4-то упадет в любом случае. А позиция будет неприятна, если еще и материал будет лишний у белых. Я свалил надежды на перевес. Здесь, конечно, связываюсь с тем, что слон на Ж2 явно значительно мощнее, чем слон на С8. Задумался Максим. Это меня не может не радовать. Потому что минус 30 секунд на часах действовали довольно угнетающе. Ну теперь время практически подровнялось. Конь Е6. Конь Е6. Ну, довольно широкий у меня здесь выбор. В принципе, заманчиво слон Ж5 пойти. Просто, чтобы создать эту связку, которая, на первый взгляд, выглядит довольно мертвой. Что собираются делать Максим после слон Ж5, я пока не вижу. Ну, контроль довольно короткий, поэтому просто так время сжигать не буду. На Ф7 идея в том, что у белых есть Ф3. Может быть, именно в этом направлении стоит как-то искать черное спасение от потомка КГ7. Но выглядит это все крайне подозрительно. То есть, там уже надо смотреть КНФ6, СЛФ6, СЛДЦ7. И, видимо, придется играть ФD8. И даже если у белых там нет прямого выигрыша, можно просто перебиться на Ф6, поставить ЛДД1. И за счет большого перевеса, за счет большой разницы в активности слонов, должен быть, ну, очень значительный перевес, по меньшей мере. Может быть, на Ф7 есть ход Е3. На слон Е5 просто Ф4. Тоже выглядит заманчиво. Так или иначе, тяжелая позиция у моего соперника. И какой-то удовлетворительной защиты я, если честно, не вижу. Не знаю, можно пробовать пойти к КГ7 за благовременно. Но, опять же, после ЛДД1 или Е3 проблема это не решает. Ну да, поэтому А6 пытается путем небольших материальных потерь здесь Максим избавиться от этого давления. Понятное дело, что можно взять на А6, но нет ли чего-то сильнее. Не исключено, что на самом деле нет. Видимо, на слон А6 задумал на КНЕ4. Такая идея. После слона Е4, ЛДД8. Опять же, у белых перевес, но это немного меньше, чем мне хотелось бы. Может быть, точнее взять на Ф6 сначала. Слон Ф6, слон А6. Наверное, так и поступлю. Скорее всего, размин черно-полов здесь черным не выгоден. То есть, ожидаю ход ЛДД8. Да, ЛДД8 последовало. Ну вот, как-то надо активизировать ЛДДА1. Пока не совсем видно, как это сделать. Срочно, слон Е3. В вариантах черным, может быть, грозили пойти Ж5, хотя... Тоже, конечно, не факт. Ну да, в некоторой степени удалось здесь Максиму... Выйти из этой неприятной ситуации с минимальными потерями. Ферз А5. Можно забросить слона Б6, но перс просто уйдет в район поля Е5. Поэтому сыграю ЛДДЦ2. Избыточно защищая пешку Б2, но и... Готовясь к тому, чтобы развить другую ладью на поле Д1 или С1. Да, ЛДД8. Здесь имеет смысл сыграть слон А7. Раз уж мне дали наварить темп на этом. Да, но объективно, конечно, очень тяжелая позиция у черных. Но шанс Максима в том, что мне приходится продолжать комментирование, а на часах уже всего лишь 40 секунд. Да, Ферзь Е5. Поставлю ЛДД1. Может быть, хочу слон Д4. Важно, что слон С8 по-прежнему не развивается. Д4, Ферзь Е5. Е4. Давайте проверим. А, может быть, Ферзь Д6 задумал мой соперник. Ферзь Д6, правда, там есть слон ЛДДЦ8, да? Слон Д4. Д8, ЛД8 Е3. Ну да. Вроде бы это в мою пользу. Похоже, что черный теряет еще одну фигуру. Ну, с лишней фигурой я достаточно силен, поэтому приходится сдаться. Всем спасибо за внимание, увидимся в следующей партии. Продолжение следует... Продолжение следует...